МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартуем, как всегда, с рубина. Казанцы уже вовсю готовятся к выходу напрямую в российскую премьер-лигу. Для прямого выхода им осталось совсем немного. И первая попытка закрепить этот успех была в матче 32-го тура против футбольного клуба «Балтика». За ним наблюдал наш корреспондент Рустам Габасов. И далее об этом матче и об успехах Рубина он расскажет в своем обзоре. Всем привет! С вами Рустам Габасов. И это наш обзор на матчи Рубина. Финал сезона и подведение его итогов уже близко. Давайте начнем. Рубину необходима была одна победа из трех оставшихся игр для возвращения в российскую премьер-лигу. Но противостояла им лидер турнирной таблицы Калининградская «Балтика», которая уже обеспечила себе место в высшей лиге. Команды начали осторожно, но уже к середине первого тайма команда Рашида Рахимова создала несколько отличных моментов, которые не удалось реализовать. Перед самым перерывом казанцы своего все же добились. Марат Абшатцев дальним ударом вывел команду вперед. В начале второй половины казанский клуб мог удвоить свое преимущество. Зотов получил по ногам чужой штрафной и заработал 11-метровый, который Олег Иванов не смог реализовать. После этого «Балтика» активизировалась и в одном эпизоде попала в каркас ворот. Рубин тоже проводил опасные атаки, но безуспешно. 1-0 Рубин одержит минимальную победу и вышел на первое место в таблице и гарантировал себе выход в РПЛ после годичного отсутствия. А на этом все. Пристально следим за последними матчами сезона, чтобы радовать вас новыми обзорами. Теперь поговорим о студенческих темах и начнем мы со спартакиады вузов Республики Татарстан. На этот раз комплекты наград были разыграны в легкой атлетике. За соревнованиями наблюдала наш корреспондент Екатерина Торпова. И все самое интересное и, естественно, факты о том, кто выиграл, какие медали, прямо сейчас в ее сюжете. 1-0 Рубин одержит. Женщин Анастасия Утяганова, представитель КФУ. В беге 800 метров среди мужчин победа за Владиславом Цедилкиным. Среди женщин за Аленой Нигматулиной. В беге 200 метров на вершину рейтинга поднялись Глеб Неустроев и Анастасия Афанасьева. Результат неплохой, честно сказать. Конкуренция в виде университета спорта немножечко усложняет задачу, но тем не менее мы боремся. Команда КФУ идет хорошо. Пока выступаем только в университет спорта. Все участники выложились на максимум своих возможностей, а многие подтвердили звание кандидатов к мастера спорта. Это очень волнительно. Очень волнительно перед забегом, когда готовишься, тренируешься, согреваешься. Так, после того, как пробежалась, ощущения такие кайфовые, прям перерождаешься. Азат Гайнуддинов, представитель Казанского научного и исследовательского технического университета, стал первым сразу в нескольких дисциплинах. Прыжок в высоту с результатом 2,05 метра. И прыжок в длину с результатом 6,73 метров. По итогам командного первенства первое место занял Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Второе место – Казанский федеральный университет. А третье место – Казанский государственный энергетический университет. Екатерина Торопова, Софья Воронова, Маргарита Бондаренко. Неделя спорта. Теперь о хоккее. Завершился очередной сезон студенческой хоккейной лиги. К сожалению, для болельщиков Казанского федерального университета защиты титула в этом году не произошло. Парни из КФУ боролись за третье место за бронзовые награды в матче против Казанского государственного архитектурно-строительного университета. На матче присутствовал наш корреспондент Рустам Габасов. О борьбе за бронзу прямо сейчас в своем сюжете он расскажет. Регулярный сезон студенческой хоккейной лиги подошел к концу, в результате которого в плей-офф вышли команды Пауловского государственного университета физкультуры, спорта и туризма, Казанский авиационный институт, Казанский федеральный университет и Казанский архитектурно-строительный университет. В полуфинале сборная КФУ встречалась с хоккеистами из КАИ, где проиграл со счетом 6-1 и отправился играть за бронзу. В матче за звание бронзового призера соперником Юлбарсов стал Казанский государственный архитектурно-строительный университет. В первом периоде федералы смотрелись увереннее своих соперников. Архитекторы тоже создавали хорошие моменты, но отличиться никому не удалось. В втором отрезке ситуация поменялась и уже больше возможностей для взятия ворот было у КГСУ. Однако за секунду до конца периода нападающий Юлбарсов Кирилл Клепиков поразил ворота соперников и открыл счет в матче. Финально 15 минут игры шли как качели, команды играли в очень открытый хоккей и на 37-й минуте Леонид Алдошин сравнивает счет в матче. А спустя небольшое количество времени нападающий архитекторов Ильдар Белалов уже выводит свою команду вперед. Но ликовать долго не пришлось, спустя всего минуты капитан КФУ Руслан Телевгулов точным броском сравнивает счет. Игра перешла в серию булитов. Первые два броска у обеих команд в зятем ворот не увенчались. Последним третьим броском Дмитрий Кабанов смог переиграть вратаря, но у КГСУ был бросок в запасе, который хоккеист не смог реализовать. 3-2 Казанский федеральный университет побеждает в тяжелейшей игре и заканчивает свой сезон с бронзовой медалью студенческой хоккейной лиги. Рустам Габасов, Неделя спорт. Поговорим о главном студенческом спортивном событии года. Завершился Всероссийский суперфинал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России, который в этом году проходил с 17 по 20 мая в городе Саранск, Республика Мордовия. Именно туда отправились и наши спортсмены, казанские юлбарсы, а вместе с ними отправился и наш корреспондент Игорь Озеров, который наблюдал за всеми играми казанских юлбарсов, особенно за финальными встречами. Много куда наши ребята прошли. Все самое интересное далее в его сюжете. Внутривузовские и региональные этапы позади. Теперь же сильнейшим студенческим клубам придется побороться за чемпионский титул на Всероссийском суперфинале чемпионата АССК РФ. Спустя 4 года фестиваль приехал в новый город. На этот раз финал принимал Саранск. С 17 по 20 мая спортивные клубы выявили сильнейших в таких видах спорта, как футбол 6х6, волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, шахматы, женский футбол 6х6, бадминтон и алтимат. Команды Казанского федерального университета отобрались в финальную часть по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису и шахматы. В индивидуальных первенствах лучший результат от КФУ показал Амир Тахержонов в настольном теннисе. В финале он обыграл представителя Воронежа Дмитрия Кулинченко. Однако победа Амира, увы, не помогла федеральному университету попасть в топ-3 команды зачета. В топ-3 не попали и баскетболистки КФУ. В сложнейшей группе девушкам не хватило совсем немного для выхода в плей-офф. Но победа в заключительном матче группы против принципиального соперника КАИ немного подняла настроение. В волейболе мужская команда КФУ в матче за третье место уступила бронзовую награду ССК «Сенатор» из Москвы. А в женском первенстве в финальном матче случился Казанский финал. Против КФУ играли девушки из Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. И вновь, увы, только второе место. В футболе 6 на 6 Казанский федеральный университет выставил две команды – Хаджиме и Казанка. Команда Казанка, увы, выйти из группы не смогла, а представители Хаджиме уверенно прошли в плей-офф. В полуфинале разгромно одолев Рязгму со счетом 1-4. Но в финале сборная КФУ вновь терпит поражение. Золото уходит спортивному клубу «Вивк». Юлбарсы вновь получают серебро, а Хасанжон Латыпов, нападающий командой Хаджиме, становится лучшим игроком турнира. Суперфинал завершил спортивный сезон 22-23. Ну и по горячим следам продолжаем тему ССК. У нас в студии председатель студенческого спортивного клуба «Казанский Убарс» Никита Лихачев. Никита, с возвращением из Мордовии Великой. Как съездили? Да, привет. Ну тебя тоже с возвращением. Все-таки мы там вместе были. Слушай, отлично. Это был один из самых необычных фестивалей. И все ребята, кто там был. Особенно те, для кого это не первый фестиваль, сказали, что, наверное, он за последние годы самый такой запоминающийся. Ну, он, наверное, запоминающийся тем, что наконец-таки новый регион. Да. Четыре раза подряд Казань. Да, наконец-то новый регион. Стадион, где играл Криштиан Роналду. Отель, где жил Криштиан Роналду. Улица, по которой ходил Криштиан Роналду. В общем, все об этом шутили. Хоть уже, слушай, пять лет прошло, да, с чемпионата мира. Все равно все ассоциируют с Аранска именно с Криштианом. Давай по спортивной части. Несмотря на то, что ранее в нашей программе ты говорил, что уровень наших спортсменов и проведения все-таки немножечко упал по сравнению с предыдущим годом, но мы опять в топе. Мы опять в тройку вошли практически во всех видах спорта. Где-то даже и золото взяли в настольном теннисе. Да, слушай, ну, во-первых, уровень... Давай по итогам. У нас не падает. Наоборот, у нас конкуренция растет. И по тому же самому настольному теннису шахматам наши результаты, каждый год мы в топе по этим видам спорта, они все-таки оправдывают то, что у нас очень много качественных теннисистов, шахматистов. Я думаю, если бы по рейтингу бадминтонисты залетели, но по рейтингу не прошли, к сожалению, тоже были бы в топе. То есть к индивидуальным вопросов нет. Амир молодец. Первое место абсолютно заслужено в настольном теннисе. При том, что все почему-то всегда ожидают, что кронверские барсы будут настольный теннис забирать. Ну, собственно, казанские барсы показали, кто, собственно... Кто главный барс. Да, кто главный барс. Но все-таки у них барс у нас тигра мурских. Вот. По другим видам спорта... Слушай, очень сложно говорить. Ну, по некоторым видам спорта да, по некоторым нет, но все-таки наши ребята отличаются немного внешне. У нас все такие стройные, красивые, небольшие. А у других университетов, слушай, особенно у каких-нибудь там московских, я не знаю, чем они кормят спортсмены. Когда трех с половиной метровые... На чем сидите, да? Да, трех с половиной метровые ребята приезжают. Но, в целом, показали достойный результат по всем видам спорта. Я думаю, что абсолютно заслужено. Давай быстренько по ним пробежимся. В финалах мы были в волейболе и в футболе. Давай о волейболе сначала. Да, ну и в битве болельщиков все-таки это тоже спорт. По волейболу очень классные девочки себя показали. И на самом деле чуть-чуть не хватило. Возможно, сработала психология. Мы встречались в финале с нашим заклятым другом, который, собственно, с девушками, которые учатся в соседнем почти что-то нашей университете. Это Крылатый Барс из Гувксита. Как и в студенческой лиге у нас был с ними очень такой равный матч, который мы вот ноздря в ноздрю упустили. Буквально оба сета играли на равных и там в два очка, по сути, уступили на больше-меньше. Здесь точно так же ввели даже в какой-то момент. Чего-то просто не хватило. Думаю, что это психология. Я думаю, что самое главное – наши девчонки. И мы, болельщики, об этом очень много раз говорили. Да и сами девчонки понимают, что вот эта психология, что университет спорта нас сильнее, она должна остаться в прошлом. И вот еще один этот матч, который, к сожалению, мы уступили, должен наконец-то положить конец, может быть, гегемонии университета спорта в волейболе. Потому что наши девчонки действительно молодцы. Чуть-чуть не хватило, очень равный матч. Немного психология подвела, но, тем не менее, я думаю, что еще бы она такая была бы игра, вытащили бы. По футболу, Кахаджиме, у нас серебряные призеры чемпионата ССК, а Хасажин Латипов – лучший игрок турнира. Так что, Хасан, мы тебя поздравляем от всей души. Их итоги. Да, ребята красавцы, они очень равно прошли турнир, причем от меньшего к большему. Первые две ничьи и потом победы в Ливе классные, особенно на Андреас Гому в групповом этапе, когда матч долго не начинался из-за каких-то протокольных моментов. Тем не менее, 4-1 они обыграли, вышли уверенно из группы. Очень классная и красивая победа, всегда дополнительное удовольствие приносит, когда мы Альянс побеждаем из мира, и ребята их 2-0 обыграли тоже в группе. Собственно, полуфинал прошли довольно легко с другой командой Рязгому. И вот в финале то же самое подвела психология. Парни молодцы, у них очень сильный состав. Они не уступали физически, они не уступали технически, даже технически. Опять же, вот награда Хасану и игра, там, взять и Саддама, и Сеймура, да, основных, как бы, ведущих игроков, да и игра вратаря Байрама тоже показывала, что индивидуально никто не слабее. Но психология. В какой-то момент парни завелись, ну, завелись в первую очередь, наверное, из-за каких-то решений тоже. Но стоит отметить, что судья ошибался в обе стороны, и ребята из-за этого завелись. То есть не было, на мой взгляд, а я комментировал эту игру, не было такого, чтобы, там, судья принимал те или иные решения, там, в пользу одной команды. Нет, это были просто ошибки в обе стороны. И, опять же, подчеркну, сравнивая уровень судейства Казанского футбола и Саранского, все-таки мы на две или на три головы выше, любые, по сути. Там Саранская арена, Мордовия арена, точнее, просто простаивает. К сожалению, походили мы там по трибунным помещениям, увидели Тамбов, сполоконули. Да, да, да. Смотрим, вопрос такой. Последний матч группового этапа вы, то есть Казанка, должны были играть, по-моему, против Сенатора. Все верно. Почему матч не состоялся? Потому что они приехали в пятером, играем 6 на 6, и если команда остается в четвером, она не допускается до игры. Они предыдущий матч не доиграли, потому что они играли в пятером, прямую красную получает игрок, финальный свисток, 0-5 технарь. И с нами точно так же. Причем мы готовы были играть этот матч, мы даже согласились играть 5 на 5, и мы даже говорили, что мы готовы играть, нам не важно, какой будет результат, не ставьте технарь, давайте сыграем. И мы, они были согласны, но судьи решили, что мы победили. И тем самым обидно, что игра с Юфу, вообще не сказать, что Юфу был хоть кого-то сильнее в этой группе, по мне это была одна из таких самых, не то что слабых, ну, команд, от которых я ждал больше, мы сами уступили Юфу 0-2, при том, что у них было два момента, у нас было моментов 10. Обидно, могли в полуфинале встретиться с Хаджиме, но не получилось. Еще раз, опять же, Хаджиме поздравляю с серебряными миндалями, очень заслуженно, молодцы парни. Относительно организации, а ССК с каждым годом все лучше и лучше, но вот все-таки относительно футбола. 6 на 6, но их допустили в пятером, и вы знаете то, что может быть удаление. Смысл тогда брать такую команду? Вот вопрос, вот ты же там вроде футболом как раз-таки занимаешься с ССК, это не камень в их огород, но все-таки дали проработать, потому что все ждали этот матч, все хотели посмотреть, вы сами хотели поиграть, но в итоге, неа, ребята. А там смотри, в чем проблема, эти два игрока, как мне объяснили, слились за день до турнира, то есть там у них вратарь должен был быть и еще кто-то. То есть заявка была полная? Заявка у них была, да, 7, ну не полная, 7, допускается 8, у них было 7 человек в заявке, и ничего не предвещало беды, и вот там просто сами парни на них злились, что два парня просто в день выезда говорят, я не пойду, а второй просто не отвечал. Но дисциплинарный тогда штраф, типа следующий сезон, ребят, вы пропускаетесь таким образом? Слушай, я не знаю, там и так в Москве... Пожестче, пожестче. Там и так в Москве достаточно было дисциплинарных штрафов, там же была драка на региональном этапе в Москве, опять же, если, может быть, ты это пропустил, но там был такой момент, опять же, АССК, так сказать, сгладили углы в итоге, но, тем не менее, такое тоже было, и так Москва прославилась, так скажем, в футбольном плане. Но, тем не менее, слушай, опять же, тут такой вопрос, что приехали в пятером, и не допустить их в пятером, а в пятером можно играть, это значит, ну, все-таки испортить праздник ребятам. То есть они были готовы биться, они очень достойно бились, я смотрел их игры, парням только могу респект, как бы, скинуть, но организаторы... Как бы тоже присоединяемся к этому, имеется в виду на будущее, раз у вас вот такая движуха идет, то, что у вас ребята сливаются, то, что вы, там, не знаю, еще что-то делаете, вы просто пропускаете следующий сезон, воспитаете нормальные ребята, езжаете, играете, зачем вы другим спортклубам портите игру тогда, в таком случае, портите турнирную сетку. Ну, вот так, к сожалению, бывает. Ну, слушай, опять же, с другой стороны... Вот мы можем посмотреть, есть ничейные результаты, например, вот в турнирной таблице, вам не хватает мячей, чтобы выйти вперед, а техно 3-0 только, например. Ну, да. Что делать в таком случае? Кстати, это очень тоже момент такой довольно спорный. Так что надо проработать, закинь ребятам СССР. Да, да, но опять же, любая команда вдруг 4 удаления получила бы и тоже... Ну, тогда да, тогда уж извините, играть тогда уметь красиво. Нет, ну, стоит отметить, что СССР каждый год пытается подстроиться под пожелание, поэтому я думаю, что в следующем году учтут. Замечательно. Не слышно ли, в каком городе следующий фестиваль будет? Нет, потому что это решение чаще всего в 99% случаев принимается, хотя бы сказать, в Казани, но нет. Это будет приниматься летом на форуме. У СССР грядут изменения, новый исполнительный директор, новый председатель, все новое, поэтому я думаю, что... Ну, вообще, сейчас у меня есть какое-то ощущение, что эта история может повториться, потому что в целом всем Саранск понравился. Я думаю, что и губернатор, и... Нет, глава региона сейчас называется, и ректор МГУ именно Огарева захотят еще раз провести, да и Мордовия-арена, что им простаивать-то, что называется. Но все мы будем ждать, конечно, новый город, и это мы узнаем только осенью. Что же, будем ждать новых новостей. Вот такая тавтология у нас под конец нашего интервью. Никита Лихачев был у нас в студии. Большое спасибо и спасибо за сезон. Было красиво, мощно, как всегда. Спасибо и вам. Увидимся. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Поленсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин